21 октября сотрудники Буйской госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения не приступать к закону и напоминают автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Все транспортные средства, весь поток транспортных средств останавливается для того, чтобы посмотреть, имеется у водителя признаки опьянения, либо нет. В случае выявления признаков опьянения производит процедура свидетельствования о состоянии алкогольного опьянения и в последующем водитель остороняет суд управления, соответственно, и составляется административный материал, управляется в суд для принятия мер. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривается административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Это на первый раз и в последующем, если лицо повторно привлекается к ответственности, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Мероприятия проводятся у нас на постоянной основе, ежемесячно, по несколько раз, именно конкретно, именно массовая проверка. На постоянной основе производится отработка сельской местности, в том числе в этом году за 9 месяцев выявлено 108 водителей, которые управляли транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения. Это больше даже, чем в том году, больше, чем в позапрошлом году. Статистика говорит о том, что люди, водители пренебрегают правилами дорожного движения, несмотря на суровую ответственность, управляют транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения. В целом, за 9 месяцев 2022 года на территории обслуживания Табуйский и Саинский район произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали либо погибли люди. В данных происшествиях 31 человек получило ранение и, к сожалению, 5 человек погибли, в том числе один несовершеннолетний ребенок. Одна и та же причина, то есть это превышение скоростного режима на трассах, в том числе в населенных пунктах водитель не успевает среагировать на сложившуюся дорожную ситуацию, на нарушение правил дорожного движения пешеходами. Соответственно, он не успевает принять меры к экстренному торможению и тем самым происходит дорожно-транспортное происшествие. В одном дорожно-транспортном происшествии участие молодого водителя, которого опыт вождения не превышает двух месяцев, то есть человек получил водительское удостоверение месяц назад до совершения дорожно-транспортного происшествия и совершил это ДТП, в результате которого погиб один человек. То есть, опять же, водитель в силу своей, возможно, неопытности, возможно, пренебрег правилам дорожного движения, превысил скоростной режим, который он должен был соблюдать в соответствии с погодными условиями, с условиями видимости. И при выполнении маневра выравнил машину при входе в поворот, машину вынесло на встречную полосу и, соответственно, произошло столкновение. Опять же, это скоростной режим. Напомню, что в соответствии с правилами дорожного движения, в соответствии с пунктом 10.1 правил дорожного движения, водитель должен соблюдать скорость, которая обеспечила бы постоянный контроль за транспортным средством. И в случае каких-то экстренных ситуаций он мог принять меры к избежанию совершения дорожно-транспортного происшествия вплоть до остановки транспортного средства. В последнее время практика показывает, что водители на территории Буйского района пренебрегают требованиями данного пункта. Получается, что прибор контроля режима скорости, который у нас установлен в деревне Ченцова, в поселке Чистый Барына въезд. И передвижной пункт, который работает у нас на постоянной основе, это в городе Буй, на автодороге Кострома-Сайном, Буй Любим, Буй Галич. Выявляется порядка 270 нарушений в день. Я считаю, что это очень большое количество нарушений. Водители пренебрегают правилами дорожного движения. Есть такие водители, которые превышают скорость за 70 км в час от установленной. То есть, если, допустим, в населенном пункте разрешено управлять со скоростью 60 км в час, водитель, есть такой водитель, значит, у нас, который управляет транспортным средством, превышает скорость за 130. Призываю всех водителей соблюдать скоростной режим, потому что это первая причина, которая способствует дальнейшему совершению дорожно-транспортных происшествий. Нарушение правил и выезды на полосу, предназначенных до встречного движения. Нарушение правила расположения транспортных средств на проезжей части. Если вот рассудить, просто, допустим, ну, как сказать, по-бытийски, да, получается, что у нас, ну, как бы люди, да, ну, те же водители, то есть они не готовы отдать там какие-то пожертвования, да, ну, у нас, допустим, есть пожертвования детям, животным и прочим кому-то. Вот эти 500 рублей, 1000 рублей, не готовы они просто там подать, там, считают, что это не нужно. Но, тем не менее, он садится за руль, не пристегивая ремень безопасности, и после этого получает штраф тоже 1000 рублей и, как бы, относится к этому спокойно. То есть немножко несопоставимые вещи. Во-первых, вот это наказание, которое предусмотрено, да, вот это финансовое наказание, оно должно водителя ограждать от нарушения права дорожного движения. То есть просто нужно подумать каждому, то есть, ну, садясь перед тем, как сесть за руль, то есть проверить свое состояние, как человек его оценивает. То есть состояние опьянения, состояние утомленности, в том числе при длительной поездке, вот у нас, получается, трасса, которая идет в Майгалич, оттуда идет большой поток транспортных средств, которые, люди, которые едут со стороны Екатеринбурга, они едут на Санкт-Петербург, они едут в Вологду, там, ну, в Архангельск, то есть те направления. И сталкиваясь с ними, с этими водителями, в том числе в ночное время, водители большегрузных транспортных средств, по ним видно, что, то есть человек утомленный, спрашиваешь, сколько ты управлял транспортным средством, там, ну, соответственно, там, стахографом, я там управлял, столько-то, столько-то там поясняют. Ну, по нему видно, что он утомленный, то есть предлагаешь человеку немножко отдохнуть. Многие воспользуются таким, таким предложением, так сказать. Вот, и буквально сон 15 минут, он человека тонизирует, то есть человек становится более бодрым, и, соответственно, дальнейшая поездка, она становится менее безопасной, более безопасной. Субтитры подогнал «Симон»